по индивидуальным костным имплантатам как концепция лечения, как метода лечения и рассказать о подробностях и деталях и пути, которые нам пришлось пройти и пережить в связи с развитием этой технологии я решил отвести сегодня этой теме занятия, поскольку интерес к данной технологии, как мне кажется за последние два года серьезно вырос и появились врачи, которые действительно хотят этим заниматься им интересна эта технология, они хотят использовать ее у своих пациентов а начну я свое повествование с клинического примера по которому и расскажу вам ну, наверное, вы уже слышали что-то, поскольку этой теме посвящен отдельный сайт и, в принципе, информации достаточно в интернете наш путь был долго тернист и на сегодня конечно, с уверенностью можно сказать, что качество в принципе, качество серьезно выросло первая проблема, с которой мы столкнулись когда занимались разработкой этой технологии это, конечно же, недостаток информации поскольку существует несколько банков тканей изготавливающих аналогичные индивидуальные изделия но, как-то и научной информации клинической на эту тему достаточно серьезно скрыты и подробных деталей, ни по методикам ни по протоколам использования ни по клиническим результатам и с сопоставимостью их у разных авторов и источников никакой не удалось найти, к сожалению идея эмпирическим путем первая проблема, с которой мы столкнулись это недостаточная плотность костной ткани в зоне, в которой нам хотелось бы установить индивидуальный имплантат мы взяли, конечно же, за основу шкалу Хаунсфилда и анализируя ее вышли на то, что, конечно, нам необходимо работать в тех зонах, где хорошо видна костная ткань на сегодня я считаю, что все-таки это метод выбора для дистальных участков нижней челюсти где можно хорошо видеть рельеф костной ткани где она достаточного качества, объема и это не противоречит физическим принципам и принципам регенерации она имеет достаточно хорошее питание хорошо воскулиризована много клетогубчатой кости в обычных условиях даже при длительном отсутствии зубов на сегодня данной технологии посвящен отдельный сайт и, в принципе, все общение с коллегами по изготовлению индивидуальных имплантатов идет через сайт врачи регистрируются в разделе для пользователей здесь есть достаточно простая форма регистрации и после этого они могут выкладывать свои клинические случаи на общий сервер сервер смотрит консультант я смотрю этот сервер для того, чтобы понимать, какого качества выложены модели это смотрит инженер-программист который обрабатывает их и переводит DICOM в STL затем изготавливает модель блока поэтому очень удобно общаться все файлы в итоге размещаются в ленте в общее и их видит и врач, который ставит перед нами задачу изготовления индивидуального имплантата и все участники данного процесса на сегодня, как, в принципе, и раньше процесс изготовления имплантатов начинался с подготовки задания технического мы просили доктора обозначить зону предметную в области которой ему хотелось бы восстановить объем костной ткани и затем реабилитировать пациента конструкциями на имплантатах врачи по возможности рисовали нам те зоны или как-то их обозначали, отмечали расставляли размеры, в которых им необходимо было изготовить индивидуальный имплантат как в данном конкретном случае пациентка 53 лет, в хорошем состоянии здоровья, не курит нормостенического или пикнотического типа имеет концевые дефекты в дистальных участках нижней челюсти и требует реабилитации в этой области как вы видите, здесь блок планировался достаточно протяженный почти 3,5 см и по вестибулярной стороне почти 1 см в высоту даже для обычной костной пластики это достаточно внушительные размеры все планирование начинается с составления технического задания врач обозначает зону, интересующую его, где необходима реабилитация пациента мы просим изготовить, мы работаем только с дайком файлами никакие физические модели, файлы объема КТ как таковое на диске нам не нужно нам нужны только дайком файлы, без рекламы но например центр Пикассо, они сразу делают уже в дайком файлах и у них есть такая удобная возможность попросить ссылку на эту папку и ее можно скачать сразу это значительно упрощает и уменьшает время подготовки технического задания есть процесс планирования, начинается с технического задания врач указывает нам зону, которая его интересует в области которой необходимо создать объем костной ткани в данном конкретном случае блок был достаточно протяженный почти 3,5 см и по вестибулярной стороне почти сантиметр в высоту даже для обычной костной пластики, без использования индивидуальных имплантатов это достаточно амбициозные значения ну и они также подразумевают под собой ряд подводных камней которые мы рассмотрим немножко позже мы работаем только с дайком файлами нам нет необходимости изготавливать физические модели какие-то промежуточные варианты мы по сути пилим сразу с цифры файлы, вот эти дайком файлы все объединяются и переводятся в единую модель стейл челюсти врача мы просим всегда давать задание пациенту или назначать его на компьютерную томографию либо всей полости рта либо двух сегментов встречных поскольку мы опираемся на встречные зубы и позиции будущих имплантатов, а также их диаметры то есть нет задачи намоделить там все что получится а потом в это ставить имплантаты а хочется сразу опираться на те позиции имплантатов на их диаметры, чтобы вокруг них и создавать необходимый объем костной ткани мы опираемся всегда на встречные зубы поскольку они дают понимания нам вида ортопедической конструкции которая будет в дальнейшем отпротезирован пациент и с этого мы и начинаем нашу работу случай, который мы рассматриваем сегодня был достаточно подробно обрисован врачом и задание было очень хорошо понятно и четко поэтому мы приступили к моделированию данного случая на самом деле такой необходимости на сегодня нет поскольку все инженеры хорошо отучены и они понимают чем они занимаются мы очень подробно обсуждаем каждый слух чей по сагитальным проекциям компьютерной томографии для того, чтобы не делать лишнюю работу и излишне не напрягать регенераторные потенциалы пациента для замещения того объема костной ткани который мы соответственно устанавливаем в полость рта мы посмотрели по сагитальным срезам ну как вы видите, то что нам нарисовал доктор на самом деле хотелось бы еще продлить потому что учитывая анатомию челюсти вот тот объем, который мы хотели пациенту нарастить то есть орально конечно его не имело смысла наращивать потому что здесь в принципе объема вполне было достаточно на сегодня инженер очень хорошо понимает но вот здесь допустим доктор нам не очень правильно нарисовал поэтому от этого момента мы отошли мы просим врача четко указать позиции зубов в которые он планирует установить имплантаты их размеры, диаметр и длину исходя из позиции встречных зубов мы соответственно формируем там ортопедическую конструкцию как происходит этап перекатки DICOM VSTL я сейчас покажу на видео мы берем КТ и сразу же становится понятно идет она в работу или нет если все участки хорошо видны по плотности вот они окрашиваются в красный цвет программой и нет необходимости что-то доделывать вручную то мы получаем очень хорошую картинку она хорошо визуализируется мы видим четкий рельеф кости и можем с ним работать анатомия рельефа для нас особого значения не имеет поскольку блок будет изготавливаться индивидуально и имея максимальную ошибку в 6 микрон на 1 квадратный сантиметр на 1 сантиметр размера особого значения для нас это не имеет отчет который нам присылает инженер ну это во первых две модели модели мы сегодня рассматривать не будем особого интереса для нас они не представляют есть пользовательская программа я думаю что вращение модели в программе просмотрщики я никого на сегодня не удивлю что мы можем посмотреть мы можем подзадать различную сетку чтобы понять насколько прилегает рельеф блока к рельефу кости ольвеолярного отростка мы получили модель челюсти мы можем ее посмотреть покрутить со всех сторон померить задать разную сетку мы можем посмотреть отдельные изделия это первые низкополигональные рабочие модели они очень легкие по весу Поэтому ими удобно очень обмениваться с врачом, выкладывать их на сайт, скачивать и так далее. По мере согласования и внесения изменений в модели, после того, как врач говорит, да, мне все подходит, я согласен, и наши консультанты проверяют данное изделие, оно идет в работу. Мы изготавливаем высокополигональную модель, по которой уже идет обработка. В данном случае, как вы видите, получился 4,6 мм толщина блока и 3,5 см длина. И вот по вестибулярной стороне он чуть больше сантиметра. Ну то есть достаточно большое изделие. Итоговая модель блока выглядела вот так, поскольку мы сгладили все края. Доктор просил открыть ему больше ментальное отверстие, поскольку боялся, что нападает нерв, канал нижнечелюстного нерва в проекции. И просил убрать с корня соседнего зуба, с парусулькулярной борозды, немножко блок уменьшить. Все эти коррективы абсолютно допустимы. Наша задача, поскольку мы работаем на сегодня все-таки больше на нижних участках, вернее, в дистальных участках нижней челюсти. И во фронтальном участке верхней челюсти, где наиболее все-таки заметная кость, ибо наиболее плотная. Доктор боялся здесь, что по парусулькулярной борозде будут потом пасти бактерии, что может вызывать различные осложнения. Делается разметка блока для понимания тоже. Доктор обычно пользуется этими моделями на операции, для того, чтобы, если возникают какие-то сложности, вдруг, что, конечно, маловероятно, все-таки опираться на то положение, в котором должен находиться блок.